мы наши национальные знаете что меня радует мы извлекаем уроки из наших ошибок в том числе или каких-то просчетов недочетов которые были до двадцатого года и в начале двадцатого года и один из них вот мы говорили об идеологии они до оценивали символы давайте флаги наши посмотрим стеснялись вывешивать но на праздник там как то так знаете это это вот бутоньерку которую сейчас по всему городу люди носят ну вот надо тебе по работе одел потом аккуратно снял было такое было сколько мы добивались чтоб 17 сентября стала праздником еще еще раз буду говорить или некоторые из тех людей кто был против до сих пор сидят в чиновничьих кабинетах сидят и в депутатских креслах сидят что мы не помним депутаты у нас депутат есть один такой все его знают он тут недавно по моему штраф платил за то что поручился за экстремисток есть такой депутат бывший дипломат бывший посол мы обсуждали празднование столетия бссср и он кривя лицо говорил ну какое бссср какое бссср ну какая кануза это же все вот нигде же уже не празднует а кто это говорил бывший комсомольский функционер ему страна советская дала все ему страна дала все он стал комсомольским функционером он в нашей системе стал дипломатом замминистра депутатом а где вы были когда у нас был двадцатый год слезы пускали сидя там в кабинете фейсбуке пописывали мы должны таких людей извлекать мы должны им говорить об этом и мы должны напоминать и тем чиновникам которые недооценивали символизм 17 сентября 9 мая у нас до чего доходил у нас были в чиновничий кабинет и помню прихожу сидит один районного уровня такой говорит ну вы знаете но вот у нас и вот ну с партизанами не все так однозначно игру с партизанами не все однозначно так можно сказать только наследник полицаев встрепенулся что у вас еще неоднозначно горит ничего были такие были но сейчас сам народ наше гражданское общество гриша озаренок андрей муководщик наши ребята людо гладкая вот все публицисты яростные публицисты у нас яростная публицистикой это правильно потому что время такую требует публицистику как она в свое время требовала константина симонова и он писал про немцев убей его стихотворение три великих стихотворения константина симонова которые определили настроение войны ты помнишь алёша дороге смоленщины потрясающе это настроение сорок первого года настроение отступающей армии но армия которая верит в победу и народ верит в эту победу это жди меня на все времена это потрясающего романтизма настроение стихотворения одно из величайших мировой культуре в мировой и вот это убей его солдаты на фронте говорили что этому стихотворению если дорог тебе твой дом знаменитые строки этому стихотворению надо дать звание героя советского союза потому что она убила больше фашистов чем некоторые отдельные красноармейцы настолько она настраивала на эту великую победу вот символ вот роль символа и сейчас мы стали это понимать это была яростная литература то было яростная публицистика и сейчас у нас такая публицистика я глубоко убежден что именно эти ребята о которых я говорил наши потрясающие журналисты ваша программа вадима я вам хочу сказать спасибо что у вас звучат очень тонн точные очень правильные оценки здесь в общем весь спектр наших экспертов журналистов политиков общественных деятелей представлен и они не дадут отдельным чиновникам успокоиться что мы не видим этого разве давайте прямо скажем ей на это же враг надеется что ну как у нас все успокоилась а мы сама все ляжем на бочок зас ох вернемся в девятнадцатый год враг этого хочет именно наши журналисты именно наши гражданское общество именно наши патриотические силы не дадут этого сделать это нормально это нормально развитие народовласти нашей модели развития ну что ж спасибо